Всем привет! Очень рада, что вы смогли собраться, хотя он с этого урока был буквально за 5 минут до его начала. Шел второй день карантина. В моем ухе всегда есть наушник, где я слушаю какие-то лекции, постоянно учусь, потому что я понимаю, что это единственное, что может меня заполнить. Если я оставлю пустое место внутри себя, то обязательно это место займет какая-то плохая информация, ужасы, новости. Я не хочу, я хочу все себя заполнить какими-то нужными вещами. И насколько больше я себя наполняю, настолько больше мне хочется с вами всем этим делиться. Поэтому, с Божьей помощью, второй эфир за эту неделю, завтра будет третий. Очень-очень рада, что вы со мной. Одесса, вы любите мои уроки, а я люблю ваш город. Спасибо большое. Всем шалом. Естественно, естественно, я как любой человек во всем мире не могу обойти тему того, что сейчас происходит в мире за рамки моего восприятия, моих уроков. Поэтому, конечно же, мой урок будет непосредственно связан с тем сложным временем, в котором мы сейчас с вами живем. Вам извините, пожалуйста, если вам уже надоела эта тема, но она настолько актуальна, что хочется ее связать с Торой и понять, в какой период времени мы сейчас живем. Что от нас хочет Всевышний, как правильно пережить это время, как правильно воспринимать новости, которые мы слышим. Как Всевышний нам сказал бороться и воспринимать всю ту информацию, которая у нас есть. Благодарить за нее или наоборот просить Всевышнего убрать это несчастье со всего мира. Извините за шум. Окей. Здравствуйте. Очень всех рады видеть. Про наше время написано, что счастлив тот, кто живет в это время, и несчастен он. Написано про время прихода Машироха, но я уверена, что именно в такой период времени мы сейчас с вами и живем, потому что иначе быть не может. И поэтому с каждым днем важно нам приближаться ко Всевышнему, потому что если не сейчас, когда мы наедине сами с собой, то когда? Точно не в погоне за деньгами, которые окружают нас каждый день, когда нет карантина. Итак, я думаю, что вы знаете, слышали такое имя Уоррен Баффетт. Уоррен Баффетт это человек, который занимает третье место по своему капиталу во всем мире. Это один из самых уважаемых людей Америки. И раз в год он делает такую благотворительность, он выставляет ужин с собой с молотка, на аукцион. И он, кто больше даст, тот и может встретиться и узнать какие-то секреты его успеха. Например, в последний год встреча с ним была продана за 5 миллионов долларов. 4.8, если быть точной. Так вот, я не прошу у вас никаких денег. Я хочу поделиться с вами самой важной вещью, которой он делится с людьми, которые с ним встречаются и спрашивают, в чем его успех. Чем он на самом деле занимается? Много у него есть определенных проектов. Но самое главное, он покупает компании, которые находятся в кризисном состоянии, помогает им выйти, помогает им подняться и потом продает. И с этого зарабатывает деньги. И, естественно, самый главный вопрос к нему, как ты чувствуешь, во что надо вкладывать деньги. Как ты чувствуешь, где вот та вот компания, с которой ты можешь вырастить невероятный цветок и заработать миллионы, а не продолжать падать вместе с ней. Где вот эта вот чувствительность, которую ты имеешь, и из-за которой ты так разбогател. И он сказал правило, которое, мне кажется, важно в жизни каждого из нас. Не бойтесь, для начала оно нам покажется очень странным. Я покупаю, когда все бегут от этого товара, и я его продаю, когда все его хотят. Он говорит, ну, в общем, это все, он в своей книге это пишет, это все очень интересно. Это правило, на самом деле, у него работает. Другими словами, в хасидском понимании этого рассказа мы должны с вами взять одно главное правило. Мы не должны бояться сложностей. Мы не должны бояться трудностей. Мы не должны бояться взять какую-то вещь, на которую все смотрят и говорят, да и с нее толку никакого не выйдет, и начать ее развивать и успеть в этом. Сложности даны нам для чего-то. И я с вами буду рада. На улице пустые улицы, карантин, поэтому сумасшедшие решили множество показать на дорогах. Извините, пожалуйста. Мы все с вами знаем Пятого Любаческого Рэбе Рэбе Раяца. Он был папой Рэбе Санха и мушки, жена Рэбе Любаческого. При его жизни, духовную жизнь, конечно, не трогая, она у него была богатая и изысканная, очень глубокая, но его материальная жизнь была очень-очень сложной. Он жил во время Сталина, он получил в руки еврейскую общину в самый тяжелый период, когда нельзя было ее развивать. И по наговору его приговорили к смертной казни. Потом эту смертную казнь отменили, дали ему 10 лет в Сибири. Потом это все с помощью связей и молитвы Всевышнего, естественно. Это все снялось до 5 лет, потом до 3, потом он смог досрочно выйти из тюрьмы. Он был не молодым человеком, он был изначально слабым человеком, но вышел он из тюрьмы, когда половина его тела была, мышечные ткани ослабели, и его тело не двигалось. У него были страшные болезни, у него до конца дней были страшные муки. Он последние годы своей жизни вообще не мог разговаривать. Но одно из последних писем, которое он написал, он не говорил, что это письмо о нем, но все хасиды понимали, что это письмо завершения его жизни, как он видел свою жизнь. В этом письме он писал невероятную вещь. Очень часто, когда я нахожусь ночью сам с собой, со своими мыслями, я скучаю по тому времени, когда у меня были эти испытания. Подумайте, человек потерял здоровье, человек умер в раннем возрасте, человек не смог сделать то, о чем он так мечтал, был создан, и он все равно скучает по тому времени, когда его избивали, когда над ним унижались, когда его не выпускали к своим хасидам, требовались с них деньги, вообще ужасные вещи были. Как он может скучать по тому времени? Мы с вами знаем, да, элементарно, то, что каждая женщина из нас проходит, как только заканчиваются роды. Все мы говорим, слава богу, все, все. Мы не хотим еще одни роды, те вернуть. Мы готовы на еще одни роды, если они приведут еще одного ребенка. Но еще раз, просто так и ради кайфа повторить то, что только что я пережила, никто из вас не согласится. Почему же Рэбер, а я от стар хотел вернуться в то время? Потому что он знал, что любое испытание, которое есть у нас в жизни, если мы правильно его проживаем, оно поднимает нас, оно возвышает нас, оно открывает нас те силы, которые мы даже в себе не могли видеть. Кресло, на котором женщина рожает, это может быть кресло испытаний, или может быть кресло, на котором рождается новый человек. То же самое с нашей жизнью. Любое наше испытание мы можем принимать, как, о боже, что будет, мы все умрем, или что-то Всевышний мне хочет сказать этим испытаниям, надо понять, что, и тогда Всевышний закончит. Вирус закончится, как только мы сделаем миссию, для которой этот вирус был послан на нашу Землю. Мы изо дня в день, когда с вами учимся, мы из недели в неделю говорим о том, что важно верить. У нас с вами был целый урок про битахон, важность упования на Всевышнего. Но сложнее всего давать такие уроки в тот момент, когда нам тяжело верить. Когда мы реально сталкиваемся с опасностью, и тогда сказать, просто положи руку на сердце и скажи, Всевышний, все от тебя. Это очень классно в теории, но очень сложно в действии. Тут мы находимся, каждый из нас, в ситуации, когда мы лично знакомы с людьми, которые болеют, мы лично знакомы с людьми, которые переносят эту болезнь тяжело. Я очень хочу эту трону изначально посвятить Рафла Шлема, полному выздоровлению Гершан Банн Ривко, который... Рафла Шлема, и всем больным народа Израиля и всего мира с Божьей помощью. Днепр, привет вам! Беда недалеко. Беда рядом с нами. В каждой синагоге есть кто-то заболевший на каждой улице, в каждом городе 100% есть человек, который сейчас находится на лечении. И мне очень хочется с вами понять, как правильно на это все реагировать. Ведь просто говорить, верьте, никому из нас не поможет, а людям, у которых слабая вера, это еще расстроит и разозлит. Легко ей говорить, верьте. А вот если бы у тебя, не дай Бог, посмотрела бы я на тебя. Так вот, я хочу сейчас с вами говорить про веру, потому что у каждого она своя, и у каждого находится на своем уровне. Я хочу с вами поговорить про окно возможностей, которое у нас появилось именно сейчас. Не зря в наш мир пришло ни наводнение, ни война, ни... Не знаю, ни какие там казни еще были в Египте, ни тьма, ни гибель животных, а именно эпидемия. И в этом есть глубокий смысл. Не почему, а для чего. Спасибо большое, это тоже очень правильное замечание. Первый раз в нашей жизни мы чувствуем, что мы от кого-то зависим. Мы должны поднять свои глаза к небу и сказать Всевышний, а если не ты, то кто нас избавит от этого? Когда у нас есть... Ну вот, я, например, живу в Израиле, на юге. У нас часто бывают войны, перестрелки, мои дети спят в красивых пижамах, потому что, не дай Бог, ночью надо быть готовым выбегать в бомбоубежище. Но что, когда есть война, мы не поднимаем глаза ко Всевышнему, а на кого мы смотрим? Правильно, на Биби. Биби, подпиши мирный договор, пойди на уступки и сделай так, чтобы в наших домах была тишина. Когда у нас, я не знаю, какая-то материальная проблема, мы смотрим на Всевышнего, нет, мы знаем, Боже, но завтра пойду в банк, возьму какую-то суду, покажу какие-то ребиты, и у меня все вернется на круги своя. Корона! Нам некому бежать. Никто нам не поможет. Ни Биби, ни банк, ни страны другие, никто нам не поможет. Один человек очень красивую вещь, на мой взгляд, сказал, вирус не виден, и поэтому его победить может только тот, кто не виден. С Божьей помощью. Я вам хочу сказать, что этот вирус нашим, не этот вирус, вообще эпидемия, она, конечно же, знакома нашим братцам, и первое упоминание про эпидемию мы получили от царя Давида. Царь Давид был очень праведным человеком, но к концу жизни он согрешил, как бы нам это сейчас не звучало, я вам скажу, какой грех он сделал, вы поймете, что Боже, его грех с нашим вообще не сравнится. Он пересчитал евреев. Это делать запрещено. Мы с вами знаем, что, шалом Краснодар, что запрещено считать евреев. Когда я в детском садике пересчитываю детей, которые вышли со мной на прогулку, я не говорю, один, два, три. Я могу считать головы. Одна голова, две головы, три. Я могу считать по пять. Раз в три, четыре, пять, раз в четыре, пять, раз в три, четыре, пять, и потом забыть, Боже, а где еще один ребенок потерялся. Но что? Пересчитывать евреев нельзя. Потому что спросите любого человека в мире, сколько евреев, он скажет, что их миллионы. Потому что столько, сколько пишут о нас в новостях, реально кажется, что мы завоевали весь мир. Кстати, вы слышали, что уже премьер-министр Турции обвинил евреев в том, что они создали корону? Так вот, евреи есть везде, даже здесь. Несмотря на то, что моя подруга мне рассказала, у нас телевизора нет, он по новостям сказали, что в Израиле придумали лекарство от короны. Оно производится из крови тех людей, которые уже выздоровели. Но сейчас они послали это в Америку на проверку. И надо ждать около полугода, пока они подтвердят это лекарство. Но мы же говорим о Всевышнем, поэтому давайте немножечко отодвинемся от материальности и продолжим наш ирок. Итак, царь Давид, он пересчитал евреев, они вышли на войну, это привело к потерям, и царь Давид знал, что последует какое-то наказание. Он попросил у Всевышнего самого, самому выбрать это наказание. У него была возможность выбрать войну, где умрут много людей, голод, когда, естественно, тоже умрет много людей, или эпидемия. Знаете, что он выбрал? Он умолял Всевышнего, чтобы наказание, которое он получил, и народ, была эпидемия. Почему эпидемия была в его глазах не такой страшной, как все остальное? Не в этом причина. Причина в том, что только при эпидемии человек поднимает глаза ко Всевышнему. Когда человек, когда две страны ведут войну, куда люди смотрят? На технику. У кого больше танков, у кого больше оружия, у кого больше людей, мы смотрим на факты и на цифры. Когда голод, мы смотрим, на какие страны. У них есть запасы продовольствия, у них покупаем. Мы сейчас смотрим в сторону Китая, когда они выздоровели, смогут ли они дать нам поставки аппаратов искусственного дыхания. Мы смотрим вокруг, но мы забываем смотреть на Всевышнего. Эпидемия, это единственное, что сказал царь Давид, что оно закроет мой грех, потому что с помощью эпидемии весь народ поднимет глаза ко Всевышнему и скажет «А тут мне бессильно, у нас нету лекарств, у нас нету вакцины, у нас нету препаратов, у нас нету лечебности, у нас нету ничего». Все врачи поднимают глаза к небу и говорят «Всевышний, возьми мои руки и сделай с ними чудеса». Я живу в не очень религиозном городе и Аждот находится рядом, там тоже можно сказать только один район религиозный, а все остальные такие очень разные светские люди. Вчера ночью мы с подругой поехали на море. Мы одели маски, мы одели перчатки, мы сели она спереди и сзади, удостоверились, что никто из нас не контактировал с людьми последнюю неделю, решили поехать на море, немножечко очистить свои мысли, побыть наедине со Всевышним, помолиться, поплакать, потому что невозможно это сделать, когда рядом детки, подготовка к Песоху три раза в день надо стоять и думать, что готовить. Еще и новости, которые опускают наше настроение до низа. То, что мы увидели, мы не ожидали увидеть. Весь пляж на протяжении сколько мы там ехали, полкилометра, 700 метров, круг километра, с разницей два, три, четыре метра стоят люди и плачут. Все приехали ночью молиться. Мы-то думали, что мы с ним вдвоем такие. Там были ну вот просто десятки людей, которые сохраняли расстояние один от другого, которые приехали поодиночке. одиночки. Эти люди были в штанах. Это было видно, что это несоблюдающие люди. И все они, вы просто стоите и понимаете, что они все плачут, они все рыдают, они все обращают свои взгляды ко всевышнему. И это то, что сейчас мы должны с вами сделать. вспомнить, что этот вирус для чего-то создан. Если мы поймем, для чего исполним это, то он уйдет. Это обещают наши мудрецы. Соответственно, я тоже подписываюсь под их словами. Мы с вами продолжаем. В начале урока я задала вопрос, стоит ли нам благодарить сегодняшнего за то, что он нам сказал, за то, что он нам сделал или продолжать бояться. Так вот, наши мудрецы все как один сказали, благодарите Всевышнего за все, что с вами происходит. Перестаньте говорить, что вы не боитесь. Это так замечательно чувствовать яркие эмоции внутри себя. Неужели вы думаете, что дети вам поверят, когда вы скажете, нет, мама не боится и знает, что будет все хорошо? Не знает мама и не знает папа. Да, малыш, я боюсь. Да, я не знаю, что будет завтра, но я уверен только в одном, что Всевышний не делает ничего просто так. Он не наказывает нас, а только нас чему-то учит. Давай мы вместе с тобой попробуем сделать нашему папе приятно. И может быть, тогда ему не надо будет давать нам такие подзадники, извините, и толчки, для того, чтобы мы опомнились и наконец-то подняли свои глаза кверху. Этот урок, естественно, связан с нашей недельной главой, недельная глава Ваекра, с Божьей помощью, на завтра уже мы с вами будем непосредственно изучать недельную главу из прямого текста, сейчас мы немножечко только до нее дотронемся, но недельная глава Ваекра рассказывает нам про жертвоприношение. Пока у нас нету храма, жертвоприношение нашему Треце сказали заменяет молитва. У нас есть три основные кита, на которых стоит весь иудаизм. Какие это три кита, если можно так сказать? Первое это молитва, второе это сейчас секунду, первое это Тора, второе это добрые дела Гмелуд Хасадима, третье это молитва. Первое, когда мы изучаем Тору, мы направляем нашу энергию, нет, секунду, когда мы изучаем Тору, мы спускаем Всевышнего из того мира в этот мир, когда мы делаем добрые дела, мы делаем их между человеком и человеком внутри этого мира, и когда мы молимся, мы нашу энергию берем и поднимаем ко Всевышнему. Такой вот круговорот иудаизма в природе, если можно так сказать. И конечно же, я бы с вами хотела поговорить про молитву, потому что это наша недельная глава, и это один из самополагающих факторов нашей религии. Зачем просить? Почему просить? Почему я должна говорить словами какого-то чужого дяди, которого я даже не знаю? Ведь вы понимаете, что если мне Всевышний что-то хочет дать, он даст. Если он не хочет мне что-то дать, проси, не проси, я все равно не удостоена, потому что печать в емкий пор уже поставлена, и может быть силой молитвы и своими действиями на следующий год я смогу себе это заполучить. Представьте себе, если бы между человеком и человеком были такие отношения, это было бы очень смешно. Значит так, моя любимая Адельчка, если ты хочешь, говорю своей дочке, чтобы я тебе продолжала утром молочко с коронфлексом давать, кроватка, чтобы у тебя была постельная белье с лоу-китти и не знаю, на обед колбаска, пожалуйста, ты должна каждый, колбаску мы не едим, я не знаю, почему я так сказала, ты должна каждое утро начинать с того, ты подходишь ко мне, говоришь мне 10 раз за все спасибо, а потом просишь, кроватку, молочко, я тебе так это дам, попросишь, ты не попросишь, мне надо, чтобы ребенок поел и пошел спокойно заниматься своими делами, зачем это у меня просить? Представьте, если бы мэр города сказал, ну, так, я буду строить дороги, я буду убирать и выносить мусор, я поставлю детский парк в центре города, ну что, вы мне должны все каждый день писать имейлы, какой я замечательный, и нет, как я, и как мы гордимся тем, что ты есть в нашем городе. Нет, чувак, это твоя непосредственная обязанность, делай то, за что тебе платят зарплату, и не лезь со своими этим, захотим, поблагодарим. Почему со Всевышним у нас такие странные отношения, которым нам, между прочим, обязали наши мудрецы, они сам Всевышний, которые говорят, проси, каждое утро благодари, даже если ты это не чувствуешь. Ну, представьте, что вы своему мужу сказали, каждое утро по часам говори мне, что ты меня любишь. И он такой проходит, пипик, пипик, я тебя люблю, в общем, и пошел дальше. Да кому надо, это люблю, скажи, один раз в месяц, но от чистого сердца, чем по часам. Неужели Всевышнему приятно, чтобы мы по часам ему говорили, как мы его любим, ценим, обожаем, и просили то, что он, в принципе, нам и так дает. Весь иньян, вся суть молитвы, она очень запутанная. Говорят наши мудрецы, что именно поэтому молитва считается самым нелюбимым действием людей, потому что мы не понимаем, зачем эта молитва нужна. Хочешь, давай, не хочешь, ну, значит, а где сила молитвы? Ну, хочешь, чтобы я у тебя просила, а вдруг я у тебя попрошу то, что мне и не надо? Как я у тебя могу просить машину, если, может быть, ты знаешь, что в первый день я врежу стол? Так и не надо мне эта машина, и не слушай меня вообще. Как рождаются эти отношения через молитву? Почему я должна говорить словами чужого дяди? Может быть, я в голове своей всегда говорю со Всевышним, а тут меня заставляют по времени посмотреть на часы, взять книжку и по книжке прочитать вообще то, что я не чувствую. Сила молитвы наша сегодняшняя тема. Все остальное было у нас как бы предисловием. У нас есть Аллаха. Сейчас, секунду. что евреи должен каждое утро точно благодарить Всевышнего за все, что он дает. Причем, там есть даже такие вещи, которых у вас нету, и все равно за них вы должны благодарить. Или, если кто-то из вас читал молитву в емке портер, там вообще с ума можно сойти. Вы просите прощения за то, что вы убивали, насиловали, прелюбодействовали, и ты думаешь, боже, да я вообще даже думать, мысли у меня не было такого делать. За что я прошу прощения? Чего, кого я обманываю? Там отдельная тема, что мы просим зависти в рейский народ, потому что мы стоим перед престолом Всевышнего как одно целое. Но когда каждое утро от меня просят говорить тридцать благословений и от сердца, это вызывает такие эмоции. А может, не надо, ну и что, что я пропущу Всевышний и так знает, что я его люблю. Нам мешает молиться то, что мы не понимаем зачем и какое оружие находится в наших руках. Рамбам вообще говорит интересную вещь. Для меня это было открытием, когда я учила. По Торе нету заповеди молиться три раза в день по Сидору. Нету. Всевышний от нас этого не требует. Что в Торе у нас написано, какая молитва, что Всевышний от нас хочет? Молитва Бе-Эт-Цера во время несчастий. Всевышний говорит, когда с тобой случается что-то особенное и ты чувствуешь внутри определенное желание яркое обратиться ко мне, вот тогда я тебе заповедую обращаться. А что заповедовать, если я и так обращаюсь? В любой тяжелой ситуации мы вспоминаем Всевышнего. Сложнее, когда нам надо его вспоминать посреди рабочего дня, обывая одну туфлю и в руке всегда читая Сидур или в автобусе или на перемене вместо еды мы на работе читаем эти молитвы. Тут сложно. Окей, некоторые комментарии я не понимаю, но я не обязана. Я ж им Всевышним все понимать. Удачи каждому из вас. Итак, Рамбам говорит, по Торе мы должны молиться в Эт-Цера в момент, когда нам сложно. потому что если мы с вами почитаем всю Тору, мы не найдем там ни одной заповеди, когда Всевышний говорит молитесь мне, благодарите меня. Всевышнему это надо? Да не надо. Всевышний знает на самом деле какой он крутой и без нас. У нас есть с вами много историй о том, как другие люди молились. Как Авраам молился, как Хана молилась, как Ривка и Цхак молились, стоя в двух разных углах. Мы это все с вами в книге Берешит разбирали на наших уроках. Но простому человеку, как я и ты, не сказано молись мне три раза в день. Откуда взялась эта заповедь и что она должна в нашем сердце сделать, чтобы эта молитва была правильной, а не как из-под палки. Рамбан в свою очередь тоже пишет, что окей, Бет, Цера это все хорошо. Когда нам плохо, мы и так обращаемся. Надо себя приучить благодарить Всевышнего, так же, как мы хотим наших детей приучить, чтобы они говорили «Спасибо, мама», когда они встают за стола и убирают за собой тарелку. Так же, мудрецы хотят нас приучить, не воспринимать вещи, как в порядке вещей, а благодарить. Поэтому Берембану сказано «Одна молитва в день, в любое время, даже своими словами ты можешь произносить, это будет засчитываться тебе как за заповедь». Рассказывается история про одного гершеля, у которого была одна молитва. как он говорил «Всевышний, благослови мою жену и козу». Все это, все, что у него было, жена и коза. И он каждое утро вставал и говорил «Всевышний, самые две главные вещи, которые у меня есть, это жена и коза, благослови их, пожалуйста». Все, гершеля исполнил, он вышел в Идейхова по заповеди молитва. Откуда же у нас появились три длиннющие молитвы завтрак, обед и ужин? Извините, секунду, мне кажется, надо включить свет, очень тепло. И наши мудрецы открывают секрет. Молитва это условие для получения. Все, что Всевышний нам хочет дать, он нам не даст, пока мы не попросим, а это единственное его условие. И у нас есть даже примеры и истории, когда это все подтверждается. Первый пример это прям в первой книге «Берешит», в первой недельной главе, когда Всевышний специально сдерживает благословение, пока у него об этом не попросили. На какой день были созданы растения, на третий. Как только были созданы растения, первое, что должно было произойти, эти растения надо было полить. Но Всевышний их не поливал. И когда на шестой день появился человек, он пришел в мир не изобилия разных деревьев, а там были травы, цветы, плодовые деревья, все, что было, оно было завядшее. И тогда Адам обратился ко Всевышнему и сказал, «Всевышний, пошли, пожалуйста, дождь на землю, чтобы эти растения не умерли». И что? Всевышний послал дождь. Он его задерживал на небе, испытывая растения, только чтобы склонить Адама попросить. И только после того, как он попросил Всевышний, послал этот дождь. Второе, это такая сложная история, очень из Танаха, которую я не хотела бы с вами разбирать, потому что она уведет нас от основной цели урока. Но был пророк Ильяу, и он видел, что Коин, который занимает должность Коина, не очень добропорядочный. И он ему об этом сказал, что «Мне кажется, тебе надо подумать над своим поведением». И Коин сказал «А слышал ли ты, что Всевышний обещал, если Коин будет хороший, то дождь будет на земле, а если Коин будет плохим, то дождя не будет? Посмотри, сколько дождей падает на землю. Это значит, что я Коин хороший, отвали отсюда». И продолжил делать свои гнусные дела. Почему был дождь при таком Коине, это все разбирать не будем? Но что Ильяу попросил у Всевышнего, чтобы тот остановил дождь, и все увидели, какой этот Коин ужасный. Всевышний послушал его молитву, и на три года забрал дождь земли. Начался голод, люди страдали, люди молились, и вот в какой-то момент Ильяу пришел ко Всевышнему. И Всевышний ему сказал, «Мне жалко еврейский народ, я слышу их молитвы, я хочу послать им дождь. Только иди, пожалуйста, к этому Коину и проучи его. Покажи ему мою силу. Скажи, что сейчас Всевышний пошлет дождь, чтобы это выглядело как чудо. Сделай так, чтобы он понял, каким он был нахалом, презирающим Всевышнего». Пошел Ильяу к этому Коину, сказал все, что надо было, и потом написано, и сел он и взмолил Всевышнего о дожде. О чем молить Всевышнего? Слово «мольба» это когда мы что-то хотим, что нам как бы не положено. Молить о том, что Всевышний сказал, я тебе через секунду пошлю, было очень странно. Но нет, Ильяу сказал, даже когда Всевышний хочет нам что-то дать, он нам это не даст, пока мы не попросим. Так и работает система взаимоотношений наша со Всевышним. У него есть для нас миллион вещей, и он мечтает нам их дать. Но есть определенное количество молитв и просьб, которые мы должны сказать Всевышнему для того, чтобы это нам спустил. Знаете, что Всевышний хочет дать. И может быть еще одна ваша молитва поставит печать на том, чтобы наконец-то это спустилось. Продолжаем. Я очень хочу еще рассказать одну историю. Сколько у нас времени? Я знаю, что там следующий урок. Окей, есть еще 20 минут, слава Богу. был раби Мурдыха из Чернобыля. И он был очень скромным человеком. У него не было своей синагоги, он не построил свою общину, не построил свою школу. Но ему было очень важно быть на связи со своими хасидами. Поэтому у него был такой минаг, привычка, обычай. Он каждый шаббат проводил у какого-то другого хасида. На домой в этот дом съезжались все другие хасиды, которые жили близко. И так у них была связь, было общение. И у него было очень много хасидов. Потому что одно дело, когда у Рэба есть синагога в центре города, и в нее приходят только те, кто может. А другое дело, когда Рэба ездит по всем городам и постоянно возобновляет свою связь с хасидами, даже теми, кто не мог бы приехать в его синагогу. Так вот, по обычаю в городе А он проводил всегда в Фербринге на встречу с хасидами у Йоскаля. Этот Йоскаля был богатым человеком, но очень сложно ему доставались эти деньги. Не важно. Когда он знал, что Рэба к нему приезжает, он за месяц до этого начинал покупать мясо, покупать рыбу, покупать хлеба, заказывать какие-то вещи, только чтобы Рэба было комфортно находиться вместе с ним. И он всегда этого очень ждал. И вот в один момент за два дня до приезда Рэба ему звонят и говорят. Рэба сказал, что он будет проводить у тебя Фербрингена как обычно, если ты ему заплатишь 2 миллиона долларов. И у него опустились руки. Как? Какие 2 миллиона долларов? В смысле? если я продам дом, продам все весь свой бизнес, продам все, что у меня есть, я даже до миллиона не дойду. Откуда у меня 2 миллиона долларов? А почему Рэба вдруг наши отношения исчисляет деньгами? Раньше я заслуживала своей богобоязненности, а сейчас мне надо еще и платить за это? Но он понимал, что если это Рэба делает, наверное, в этом есть какой-то смысл. Может, ему нужны деньги на выкупленных. Может, я не знаю, за что ему нужны деньги. Он так хотел, чтобы эти вадуты продолжались именно у него дома. И он зашел в комнату и начал молиться Всевышнего. Всевышний, я тебя прошу, я не виноват, что мой Рэбб сделал так, что наши отношения исчисляются такой-то суммой. Но я так хочу продолжать верить и быть на связи с моим Рэбб дай мне пожалуйста эти деньги. Он молился и молился и молился и молился пока не заснул. Его дом был таким большим домом, где на первом этаже была маленькая гостиница. Все люди, кто проходил в этом городе, они могли там остановиться на ночлег. И в какой-то день там остановились люди. И когда они ушли в непонятном направлении, не было ни Вейза, ни геологации, ни возможность следить за людьми, они забыли свой кошелек с огромной суммой денег. Какой? Ровно 2 миллиона. И через 2 дня уборщица пришла и сказала этому человеку, что так и так я нашла кошелек. Конечно, их искать уже было негде. Он взял эти деньги, пошел к Раби и положил ему эти деньги и сказал Раби. Вот все, что ты просил. Но я не понимаю, почему так произошло. Как вы Раби могли продать наши отношения? Я бы вам дал эти деньги, но сказать, что или так, или так, зачем? И я знал, что Всевышний хочет тебе отдать большие деньги. Но я слышал твою молитву на Роша Шана. Я слышал, что ты просил только о духовных вещах. Дай мне, пожалуйста, Всевышний, вырастить моих детей в духе Торы. Дай мне построить семью, которая тебе будет приятно смотреть на нее. Дай мне шломбай, Всевышний, дай мне возможность изучать твою Тору и понимать ее глубины. Ты просил все, кроме материального. А Всевышний не мог тебе дать, пока ты не попросишь. И поэтому я тебя заставил наконец поднять свои глаза к нерву и попросить денег. Едь сейчас домой. Ты остаешься самым большим моим хасидом и знаешь, что с этой минуты все перевернется и ты разбогатеешь и сохранишь это богатство и получишь и материальные и духовные блага за твое чистое сердце. Эта история нас учит большой вещи. Во-первых, не надо бояться просить материальные вещи у Всевышнего. Не надо думать, что Всевышний ждет от нас только просьб о глубине молитвы, о воспитании, о каких-то глубинах. Нет, Всевышний понимает, что такая молитва не может быть полностью исходить из сердца, потому что когда у человека нету денег, он не может думать о Торе. Нет хлеба, нет Торы, так у нас написано в пехке работы. Это нормально, когда человек хочет красиво одеваться, красиво кушать, чтобы у него был красивый гостеприимный дом, чтобы у него были заповеди самые красивые. Это классно, когда евреи имеют много денег. И пусть это стереотип, или какие-то комиксы рисуют нас с деньгами, пусть рисуют дальше. мы должны у Всевышнего просить не только хороших умных детей, но и богатых детей, и богатых мужей хасистских нашим девочкам, и скромных жен нашим мальчикам. Потому что женщина, наверное, не должна зарабатывать, хотя должна, ладно, зарабатывайте, все хотят много денег. Пошлет вам их Всевышний с Божьей помощью. А мы с вами продолжаем. Цель нашей молитвы одна. И как только мы это поймем, мы с вами догадаемся сами, почему нам надо молиться не один раз, как просят от нас сто раз, а три раза, десять раз, двадцать раз, не переставая молиться. Цель молитвы понять и вспомнить, кто босс нашей жизни. Кто подписывает чек в конце месяца. Кто на самом деле нас лечит? Кто на самом деле нас защищает от болезни? Карантин или Всевышний? Лечит врач или Всевышний? И то, и другое. Но без Всевышнего это не может быть. Мы не можем смотреть только на врача и не вспоминать, что он лечит руками Всевышнего. Мы не можем говорить боссу спасибо тебе за деньги, не вспоминая, что эти деньги босс дал, что это Всевышний дал через твоего босса. Например, у моего мужа, ой, прости господи, босс компаньон, ну просто маленький ребенок, ужасно себя ведет. И мне иногда прям завидно, я прям ревную. Говорю, Мойша, мои какие-то замашки, ты мне сразу делаешь замечания и как-то не даешь мне продыху, а когда он на тебя повышает голос или что-то там, я не знаю, говорит тебе всякую фигню, ты его слушаешь. Почему? Ну, почему? Потому что я мужу не плачу деньги, я у него только беру деньги, а босс платит. Поэтому того, следовательно, надо терпеть, а ты, одиночка, давай выстраивать с тобой здоровые отношения, чтобы не капать друг на другу на мозге, существовать кайфово друг для друга. Так вот, мы всегда смотрим в сторону тех, кто нам платит, забывая, кто на самом деле является хозяином этого мира. Сколько раз за время эпидемии карантина вы вспоминали Всевышнего? Вы вспоминали, я не знаю, Зеленского, Путина, Трампа, кого угодно вы вспоминали. не вы, вы праведники, я. И правительство, и детей, и мать моей подруги, всех-всех я вспоминала, но самое главное, о чем я должна была вспомнить, это Всевышний. Ради всего, чего Всевышний ты это сделал. И единственная возможность показать Всевышнему, что мы наконец-то поняли, кто хозяин в этом мире, только посредством молитвы. Сейчас. Извините. Только посредством молитвы рождается еврей. До того, как мы принимаем на себя власть Всевышнего, мы просто люди с еврейской кровью. Чувствуете, какая разница? Человек, в каком течет еврейская кровь или полноценный еврей. Так вот, полноценный еврей рождается во время молитвы. Не может быть еврея, который не боится Всевышнего. Это человек с еврейской кровью, который еще не определился. Мы хотим быть с вами кошерными евреями, мы хотим быть с вами евреями под властью Всевышнего, которого будет Всевышний защищать своей рукой. Вспомните, что есть он. Обратитесь к нему. Я хочу рассказать одну небольшую историю. Она с... Спасибо большое всем, кто со мной. Очень приятно, если вы улавливаете ход моих мыслей. Внутри бурлит, хочется рассказать это спокойно. Не знаю, если у меня это получается. Итак, жил в Бнейбраке. Этот человек скончался, мне кажется, года два назад за корону или враха. Этого человека звали Авраам Ротенберг. Хасид, не Хаббатский Хасид, просто соблюдающий еврей. Он из Бнейбрака переселился в Америку. Он помогал... Его бабушка была очень старенькая, ему надо было помогать бабушке. И на два года он остался там вместе со своей бабушкой, когда он еще был молодым. И эта квартира находилась как бы нечаянно, хотя мы знаем, что ничего нечаянного в нашей жизни не происходит, напротив 770 в место, где давал где молился Рэб, где он давал уроки, где он встречался со своими хасидами. И естественно не на праздники, но на какие-то основные молитвы он ходил в синагогу, не потому что он хабадник, а потому что это близко и удобно. Вот какой-то из фербрэнгенов, на котором он присутствовал, Рэб. Я вам рассказывала эту историю уже давно, не помню на каком уроке, может быть вы ее вспомните. у Рэб один человек спросил вопрос. А, это был Липскер. Эта семья до сих пор держит Маколит магазин в Квархабаде. Семья, которая с поколения в поколение. В общем, это был прошлый Липскер и он спросил Рэб. Рэб, скажите, можно ли как разбогатеть что-то, он спросил, как брать, можно ли брать в долг для того, чтобы открыть с тобой еще один магазин. И Рэб не в свойственной ему манере, очень достаточно такой вот грубой и резкой, стукнул по столу и сказал, как вы могли подумать, брать в долг, каждый должен жить по своим средствам, которые дал Всевышний, никто не может разбогатеть, взяв в долг. И почему-то этот Авраам Ротенберг, который там находился, ему эти слова так запомнились, что в долг брать нельзя, что с долг нельзя разбогатеть. И как-то ему эти слова очень в душу и он решил, что бы то ни было, я в долг брать не буду. И нормально все, он нашел себе девочку, они женились, у него в мой раз ждались много-много детей и пришло время, когда надо было этих детей выдавать замуж, к сожалению, женить. К сожалению, накоплений у них было немного, первого сына они женили за его счет, потом со счета жены сняли третьего ребенка, они уже как-то подсобирали все, что у них было, продали еще немножко. На свадьбу четвертого ребенка они понимали, что у них нет вообще денег. К нему уже приходили гурская община, хасидей гур. Это очень богатая община, и они, конечно, помогают всем своим хасидам, там даже молодоженам покупают в каких-то общинах квартиры, дома. И они все пришли к нему и сказали, давай мы тебе поможем, да мы тебе сделаем этот долг, разобьем на 10 лет и вообще его не почувствуешь. Он сказал, нет, ничего не будет. Утром они встают, жених одевается, готовится к свадьбе, он не понимает, какая материальная ситуация в их семье, а папа понимает, что сейчас заказывать автобус для гостей на свадьбу у него нет денег, платить за фотографа, за еду, за зал, за все, у него нет денег. У него в банке ноль, у жены в банке ноль, у него нету денег, наличных вообще никаких. И он идет с сыном в праздничной одежде, особенной для свадьбы в синагогу и начинает молить там Всевышнего. Я же обещала, я так надеюсь на тебя каждую, каждую секунду своей жизни, я знаю, что ты мне пошлешь, я не знаю, какой дорогой, но пожалуйста, Всевышний не оставляй меня, ибо все, что я делаю, это для тебя. Он заканчивает молитву, оборачивается и видит, что сзади него стоит хаббатник. Хаббатник в Гурской Синагории, да вообще хаббатники обходят стороной не хаббатские места. Он подходит и говорит, скажите, у вас сегодня свадьба? Да. Он говорит, вот вам конверт, который вам передал Раби Милюбович из Америки. Какой конверт? Почему? Откуда? И это мне рассказывал человек, которому непосредственно рассказывал этот Рам. То есть, эта история прям очень-очень душевная. Она произошла с таким, как мы, человеком. И он говорит, я ехал в Израиль из Америки. Раби дал мне конверт с деньгами и сказал, в Израиле есть много пар, которые выходят и женятся и у них нет денег. И я прошу тебя, первую пару, у которой будет свадьба, передай им эти деньги. Я хожу по городу, ищу такие пары. Вдруг посреди обычного будничного дня я увидел вас в таких одеждах, понял, что у вас свадьба. Вот, пожалуйста, там конверт. Естественно, этого конверта хватило заплатить за всю свадьбу, а за всю свадьбу еще немножечко дать монтажонам с собой на первый месяц. Эта история не про чудеса и не про деньги. Эта история про то, что человек, который помнит, кто на самом деле над ним босс, босс никогда не оставит. Все, кто когда-то был директором какой-то фирмы... Секунду. А дальше? А чего? Да. Заходи, четверочка. Выкладная, милая? Ага. Ребенок проголодался и хочет кушать. Ну вот, карантин, вы понимаете? Адель, что хочешь? Извините, пожалуйста, иди скажи привет. Иди скажи привет. 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 Как дела, скажи? Как дела? Как вы себя чувствуете на карантине? Как вы себя чувствуете иди на карантине? Скажи, будьте здоровы. Будьте здоровы. Иди на улицу. Извините, пожалуйста. Иди на улицу. Те, кто когда-то руководил людьми, они понимают, что найти преданного сотрудника, это такое благословение, что просто. Этому сотруднику хочется платить больше зарплаты, ему хочется давать все условия, только чтобы он от тебя не ушел. То же самое Всевышний с нами. Как только мы станем его качественными сотрудниками, Всевышний будет давать все, чтобы мы от него не ушли, чтобы мы продолжили нашу святую миссию. Мы сейчас получили невероятную возможность присоединиться ко Всевышнему, открыть это окно, вспомнить, наладить с ним связь, сделать наши отношения качественными. И эти отношения не пропадут после карантина. Как только вы влюбляетесь в своего мужа и продолжаете вкладывать ваши отношения, эта любовь больше никогда не пропадет. только посредством опасть. Сара, привет, я рада, что ты нас видишь. Она по тебе очень скучает, Сарочка. Милые вы. Итак, и когда мы понимаем, что молитва это наша возможность доказать Всевышнему, что мы признали его царем, мы понимаем, что и не одна молитва, и не две, и не три, нам хочется доказывать это Всевышнему больше и больше и больше. 2020 год это время людей, которые полностью хотят избавиться от зависимости. Люди нашего поколения это люди, которые всеми способами пытаются понять, что происходит в их жизни. Мы пытаемся все взять в наши руки, мы пытаемся контролировать всю нашу жизнь. так, если случится что-то с моей машиной, я ее за... как это называется? Битуах. За... ну, как сказать битуах? Не зарегистрироваю, не зарезервирую. Есть там комментарии? Битуах, как сказать битуах? в общем, я на машину свою битуах сделаю и на свою жизнь, если со мной что-то случится, сделаю битуах. И квартиру свою тоже я сделаю, если что-то не так вдруг случится. Я буду контролировать всю мою жизнь. Я напишу расписание, я буду работать, я распишу свою зарплату, чтобы на все хватало. Я буду контролировать не только себя, но и детей. Какому врачу я пойду, какому учителю они пойдут, какие кружки они пойдут. Боже, мы всю свою жизнь контролируем, вы это чувствуете. И мы думаем, что у нас это получается. Мы думаем, что мы хозяева нашей жизни. У нас открыто все. Интернет. Мы можем учиться, не выходя из дома. Мы можем творить глупости, не выходя из дома. Мы можем делать все. Не было никогда такого поколения с такими невозможными, необъятными возможностями, как есть у нас. Мы думаем, что все в наших руках. Поэтому Всевышний не послал сейчас нам войну. Поэтому Он не послал нам голод. Поэтому Он не послал нам диких животных. Потому что мы бы и там пытались доказать, что мы здесь главные. Я возьму себя в руки и выйду на войну. Я возьму себя в руки, закрою двери. Я не знаю, сделаю еще один биток против животных или чего-то еще. Всевышний специально сделал вирус. Потому что только вирус показывает нам, что у нас нету никакой шлиты, никаких возможностей следить за своей жизнью, контролировать нашу жизнь мы не можем. Мы должны расслабиться. Никогда еще не требовалось от нас исполнение заповеди такой легкой. Расслабьтесь. От вас ничего не зависит. Вы ничего не можете. Это так круто позволить себе бояться. позволить позволить быть слабой. Позволить себе сказать «Я правда не знаю, что будет завтра. Я не буду ничего планировать. Давай-ка кайфанем сегодня. Давай пообщаемся. Давай настольные игры, которые зачехлились, уже запылились, в шкафах достанем». Ты ничего не знаешь. Я ничего не знаю. Кроме одной вещи. у этой ситуации есть один хозяин. И он нас никогда не оставит. Так. Аделька показала шоколадку, сейчас все остальные дети пришли за шоколадкой. Дети, ну... Да. Секунду. Кузари тоже в книге Кузари написано что интересная вещь, почему именно три раза в день а не тридцать, как мы с вами сказали, чем больше, тем лучше, потому что про тело сказано, что тело наше слабеет три раза в день. И поэтому три раза в день у нас есть терапеза, которыми мы должны насыщать свое тело. Завтрак, обед и ужин. Это связано со сменой дня, со сменой положения солнца, когда наше тело становится слабым. Так вот, душа наша становится слабой тоже три раза в день. Не женщина, женщины, расслабьтесь. Наша душа святая, мы со Всевышним разговариваем постоянно. Тут больше к мужчинам. Мужчина обязана взять на себя эту ниточку связи со Всевышним три раза в день. и тогда то перевоплощение, которое мы пройдем с вами за время этого карантина, не покинет нас, даже когда мы будем находиться уже после этого испытания. и последнее, что я вам хочу сказать, есть, я не знаю, кто, на каком уровне соблюдения вы находитесь, но после того, как мы кушаем фрукты, овощи, мясо, яйца, такие вот вещи, благословения определенные, в конце мы тоже должны сказать благословение. Это благословение, даже я просто, мы очень быстро его говорим, лишь бы не забыть, не вдумываясь в слова. И сейчас, когда я учила этот урок, я поняла, насколько это благословение вообще крутое, и как я и раньше не замечала. Благословение Буре не фашот работ. Вэхэ сэронан. Что мы с вами говорим? Буре не фашот работ. Всевышний, спасибо тебе, Всевышний, который создал столько всего прекрасного. Вэхэ сэронот. И за все недостатки мы должны научиться благодарить Всевышнего за то, что нам кажется недостатками, потому что все от Него. У нас с вами есть оружие, которое Всевышний нам дал еще до того, как послал на наш мир эту эпидемию. Это ниточка, за которую мы сейчас должны с вами взяться и наконец-то вспомнить, что мы не главное. Вы знаете, когда девушка до свадьбы ведет бизнес и такая она все бизнес-леди и она очень сильная женщина по природе своей и ей больше всего хочется, что? Выйти замуж и стать слабой. Так вот, у нас сейчас есть с вами такая возможность вспомнить, кто наш муж, вспомнить, кто у нас папочка, у каждого свои отношения, вспомнить, кто наш напарник и позволить себе быть слабыми, позволить себе бояться, позволить себе отдать в руки Всевышнего нашу жизнь и сказать Всевышний, все, что ты сделаешь, все к лучшему, оно для меня. Я полностью на тебя полагаюсь и знаю, от кого это все в этом мире. Дай Бог каждому из вас приобрести новую связь со Всевышним, знать, что все, что происходит сейчас в мире, это не испытание, а возможность. И когда мы начнем это так принимать, не только улучшится наша жизнь, но мы и не заметим, как пройдет этот вирус, потому что он станет для нас неактуальным. Будет только мы и Всевышний, а все вокруг исчезнет. Немножко хочу сделать анонс, только этот урок закончить. Спасибо вам большое за внимание, репосты, лайки, там я не знаю, что говорят. Завтра очень жду вас на урок. Завтра урок посвящен недельной главе «Бои края», и мы с вами будем говорить про мясоедов, вегетарианцев, всех, кто против этого, всех, кто за этого. В общем, какая у меня есть, какой сход у меня есть, как это сказать. Еще вдруг я имею право кушать мясо, почему я этим горжусь, и как объяснить тех, кто мясо не кушает. В общем, хочет Всевышний видеть мясоедов на этой планете или нет. Всем до завтра. Хорошего плодотворного гарантия. Спасибо.